Привет! Сегодня по заказу разбираем песню Бахти, как ты посмела. Песня начинается со вступления акустической гитары, и сейчас я сыграю это вступление, и мы разберём его. Поехали! Вот таким образом звучит вступление. Для начала, чтобы понять, какие здесь аккорды вообще играем, то есть гармонию нужно разобрать, чтобы понять, как играется данный перебор. Этот перебор строится на основе четырёх известных аккордов. Первый аккорд ЕМ, следующий аккорд С, следующий аккорд АМ и аккорд АЖ7 или Б7. Но эти аккорды, как вы уже поняли, берём при помощи барре. ЕМ берём вот здесь, на седьмом ладу, нижней посадкой. С здесь, чуть ниже АМ, как АМ7, кстати, берём, с открытой третьей струной. Аккорд Б7, АЖ7 берём здесь, на седьмом ладу, без мизинца, то есть, чтобы АЖ7 его сделать, В7 точнее. Вот эти четыре аккорда нам нужны. Здесь мы мелодию играем как раз-таки, начиная с аккорда ЕМ, но его мы берём не целиком, а именно те струны зажимаем, которые нам нужны. Открытая шестая, четвёртая на девятом ладу, третья струна на одиннадцатом ладу и вторая струна на восьмом ладу. Вот такой вот красивый, грустный аккорд нам нужен. Это, по сути, аккорд ЕМ, но мы ещё просто добавляем вот одиннадцатый лад третьей струны. Эту же ноту можно взять вот здесь, на седьмом ладу, также второй струной. Но, чтобы не мучиться и не открывать сто раз вторую струну, мы вот таким образом возьмём аккорд. Перепор звучит таким образом. То есть, спускаемся шестая, четвёртая, третья, вторая, остановка четвёртая, третья, четвёртая. И скользим по четвёртой струне на аккорд С, вот здесь который. Но мы его зажимаем квинт-аккордом, то есть, зажимаем пятую, четвёртую, третью струну. Как обычно, но из МСИ зажимает. То есть, зажимаем пятую струну на третьем ладу, а четвёртую и третью на пятом ладу. Первая и вторая струны остаются открытыми. И получается вот такой вот очень красивый аккорд. Здесь играем. То есть, пятая, четвёртая, первая, четвёртая, вторая, третья. Дальше аккорд АМ7. Уже знаете, как его зажимать. Играем тут. То есть, пятая, третья, вторая, вниз по трём струнам. Пятая, вторая, третья. И Б7 аккорд. Тока. Его зажимаем не целиком. Точнее, здесь пока что аккорд будет Б просто. Здесь оставляем открытыми струны первую и вторую. А наверху зажимаем шестую на седьмом ладу, пятую, четвёртую на девятом ладу и третью струну на восьмом ладу. Остальные все открыты. Спуск делаем шестая, пятая, вниз. Шестая, третья, четвёртая. Вот таким образом должно звучать. То есть, на аккорде С у нас такой триольный спуск. То есть, раз, два, три. Та-та-там. И на Б7. Но здесь просто Б, потому что мы не открываем безымянный мизинец с четвёртой струны. Ещё раз повторим, да? За вторым разом, как заметили, чуть-чуть меняется рисунок. Здесь всё так же. На аккорде С меняем. Вместо первой струны дёргаем первую, вторую вместе. То есть, дёргаем пятую, четвёртую, третью, первую, вторую, четвёртую, вторую, третью. На АМ7 также меняем. 5, 3, 2, 1, 5, 2, 3. То есть, без удара вниз. 5, 3, 2, 1, 5, 2, 3. И здесь на Б7 меняем. Играем без триоли. То есть, шестую, пятую, четвёртую, четвёртую. Но здесь на четвёртой струне мы сначала зажимаем девятый лад, потом восьмой открываем. Это часто нам надо будет делать, то есть, открывать данную струну. То есть, спускаться с девятого на восьмой лад в течение песни, как разрешение. Ещё раз сыграем. Да, то есть, можно спуститься 5, 4, 3, 1, 2, 4, 2, 3. А можно с остановкой. Ну, то есть, как триоль. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А можно для разнообразия вот так. То есть, спускаться до конца. Потом. Ещё раз саемся. Дальше начинается куплет первый. Гитара продолжает играть то же самое, только чуть-чуть есть небольшие изменения. Сейчас их покажу. По сути, основной косяк перебора мы сейчас посмотрели. Его, чтобы не возникало сложности и петь, и играть. Играть вот в таком самом лёгком, примитивном виде, без всяких эффектов, которые потом ещё вот сейчас, я покажу, вставляются. Поэтому, сразу предупреждаю, чтобы у вас всё получилось и настроение не упало, когда изучали песню. Нужно от и до разучить данное вступление. То есть, играть на автомате уже. Потом только слова подключать. Поехали. Что добавляется, когда вступает голос Бахтияра? Нота Си. То есть, спуск делали. Потом дёргаем. Четыре, два. И скат происходит. Шесть, четыре, три, два. Четыре, два. Тут всё так же. Тут. Обязательно с ударом вниз. Пять, два, три. Тут. То есть, триольно. Ещё раз повторим это место. Шесть, четыре, три, два. Четыре, два. Пять, четыре, один. Четыре, два, три. Пять, три, два. Вниз. Пять, два, три. Шесть, пять. Вниз. Шесть, три, четыре. Ещё раз. Повторил то же самое. Это за первым разом. Дальше продолжаем за вторым разом. Практически то же самое. Только на B7 будет меняться концовка. Тут вторая строчка. Вокал идёт. И вот, дошли до аккорда B7. Здесь играем. То есть, то же самое. Шесть, пять. Четыре, четыре. Шесть, пять. Четыре. Пять. То есть, открываем изредка. Шесть, пять. Четыре. Четыре. Шесть. Пять. Четыре. Пять. Опять закрыли, да? Это на ваше усмотрение, если хотите играть так же. Пять. Я послушал и услышал в первом куплете другой чуть-чуть порядок окончания каждой строчки. За первым разом, да, за первым проходом мы играем так. Когда поётся, да. За вторым разом, за третьим, то же самое. И за четвёртым, вот так делаем. Как будто бы закольцовываем куплет и заканчиваем так же, как начинали. Понятно, да? Вот сейчас пошёл третий проход. Играем. Четвёртый. И закончили, как начинали. Понятно? И тут уже начинается припев. Но до припева давайте попробуем спеть. Сейчас попытаюсь спеть. То есть сыграть вот это и спеть. Покажется сложным, но всё должно получиться. Это боль мужская, за неё не стыдно. Мы болью за счастье платим без дачи. Ты спростишь меня, что же слёз не видно. Отмечу я слуха, мужчины не плачут. Я бы боролся, если было за что. Терять уж нечем, потерявшим себя. С тобой бы я против мира пошёл. Но целым миром не пойду против тебя. Как ты посмела... Дальше начинается припев. Как ты посмела, как ты посмела, платье белым-белым-белым, цвета мела-мела-мела, кружить не со мной. Тут аккорды ЕМ. Только ЕМ7 делаем, то есть убираем мизинец. Тот же самый аккорд-аккорд С уже. Целиком играем. Аккорд АМ7 и АЖ7-Б7. Но лучше его здесь взять. Потому что мы должны поиграть с 9-м и 8-м ладом. То есть мизинец подня. На 9-й лад его ставим, потом убираем. То есть Б7 получается. Бой такой. То есть раз, два, хлопок, три, хлопок. Как бы не просто хлопок вырубить звучание, а последний удар, хлопок, и как бы оставляем звучать для этого. Чуть-чуть вниз как будто бьем. Не тупо вот так плашмя, а вниз вот туда ногтями фо пустили. Еще разок. Понятно, да? Теперь уже как следует. Давайте попробуем. На Б7 Дергаем пятую, четвертую, третью, вторую, как и на всех аккордах. И когда второй раз дергаем, мы ставим мизинец на 9-й лад третьей струны. То есть ПАМ! Дернули, и хлопок сразу. И все, за такты начинаем петь. Как ты посмела, как ты посмела В платье белом, 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 цветом мелом, 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 кружить не со мной. Как ты посмела, как ты посмела, в платье белом, 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 цветом мелом, мелом, кружить не со мной. Вроде бы все легко тут, даже ничего не надо говорить Окей, два раза прошли, припев кончился, начинается куплет А, кстати, в конце припева Вроде бы там открывать нужна аккорда опять-таки, B7 И начинается второй куплет Здесь его уже играем без переборчиков на аккордах Такой же бой, просто к третьему щелчку надо у нас подъезд сделать И еще раз То есть, раз, два, три Дергаем пятую, четвертую, третью, вторую струну То есть, средней струной Раз, два, три На С тоже самое А, М7 На B7 не забывайте девятую струну зажать А, девятую струну, третью струну на девятом ладу зажать Еще раз Вот и все То есть, на основе этих аккордов, этого боя, легко он, кстати, играется Поете уже второй куплет И дальше идет уже припевчик Его играем вот таким вот боем Ну как ты посмела, как ты посмела В платье белом, белом, белом Цветомелом, белом, белом Жить не со мной Давайте посмотрим метод бой Вниз, вверх, вниз, вниз Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх Вниз, вверх, вниз, вниз Вниз, вверх, вниз, вверх Вверх можно убрать То есть... Ещё раз. Вот это второй удар вниз уже на блокированных. Вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх. Вниз, вверх, вниз, вниз. Вниз, вверх, вниз, вверх. Вниз, вверх, вниз, вниз. Вниз-вверх, 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 вниз-вверх. Уже когда научитесь, все это можно более эффектно играть. Ничего сложного, те же самые удары, просто их разбавляем еще большими ударами. Потом продолжение, уже последняя игра на гитаре. Точнее, на двух гитарах. Вы, по сути, должны играть вот эту мелодию, а вторая гитара должна играть соло, которую я не буду здесь разбирать. Основное дело это для вокалиста сыграть себе основу, а в этой песне она очень-очень нелегкая, и спеть. Зато это будет звучать круто, потому что это уже уровень. Если суметь сыграть и спеть это все, это будет уровень, это мощь. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, если понравился разбор. Подписывайся на Хижину Музыканта, и все у нас получится. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok